Человек подобен дроби. Числитель то, что он есть, знаменатель то, что он о себе думает. Чем больше знаменатель, тем меньше дробь. Лев Толстой. И на стаккато пошли. Ну-ну-ну, еще раз на стаккато. Не, Маша, стаккато. У Елены Анатольевны сегодня две репетиции. С девочками старшей группы Антоном Виногадовым. Четыре часа пения под занавес дня. Сутана тоже пела. Семь часов в средней школе. Для меня первый урок это была, когда практика в Новгороде, в Великом Новгороде. Там было, ну да, страшно. Было. Ничего. А что учили тогда? А? Что учили с детьми? А это был второй класс. Там как раз было у нас перед Новым годом «Почему медведь зимой спит». Песня, да, ну там вот в теме все это. Почему медведь зимой спит? Песня, почему, да. Раз морозною зимой вдоль опушки лесной, шел медведь к себе домой в теплой шубе меховой. Песня, почему медведь к себе домой в теплой шубе меховой. Песня, почему медведь к себе домой в теплой шубе меховой. Еще раз. Все, не помогаю, ничего не подсказываю. Хорошо? Ангелы и... Ангелы надежды, ангелы надежды чудо встал. Я такого еще аккорда не слышала. Ну почему бы нет, да? Конечно же. Каждый раз рождается что-то такое новое. Так, ну что, микрофончики возьмете? Может, трогописи? Не, ну давайте, давайте. Все равно сидеть слушать. Берем, разбираем. Здесь я с девя... Я уже не помню, сколько я здесь. Я как помню, так что я все время здесь. 22... 22 где-то. 21-22. 22 года здесь, да. Почему бы не организовать здесь для детей вокальный ансамбль? Вот чисто с таким предложением. Пришла к директору. Давайте попробуем, давайте попробуем. С ансамблями это же ведь тоже очень сложно. Они же ведь должны быть вообще петь двуголосие, даже вот на маленькие группы два голоса. А это гармонический слух, а это очень сложно. Не зная нот, вообще с детьми вот так вот на слух выучивать, чтобы они запоминали, чтобы они пели-то это все-таки на должном уровне. Если к вам приходит ребенок со скромными вокальными данными? Все приходят и фактически все поют. То есть мы устраиваем, ну стараемся сделать так аранжировку, да, вокальную там какую-то, чтобы ребенок смог в этой аранжировке как-то вот себя прочувствовать. Ну за ансамбль, ну за счет других, кто-то рядышком тоже кто-то поет. Например, там Егор, послушай, например, как Лиза поет, да, и вот прислушайся и так далее. Встретив новый день, смело мы пойдем, отпуская голубей бумажных, пусть горят на небе звезды, как и прежде. Костяк ее посолу коллектива «Дети», которые пришли в ансамбль 10-9 лет назад. Все это время Елена Анатольевна через музыку учит их понимать жизнь, учит их слышать музыку жизни. А что в этом такого? Объясните мне, пожалуйста. Вот то, что вы поете, это ведь как-то несовременно, не модно. Почему не модно? Модно? Ну что слушают ваши ровесники? Ой. Не то, что мы поем. Вот, я о том же, да? То есть, ну как бы это не так популярно. А вам бы хотелось, чтобы это было... Это более профессионально, а не популярно. А почему то, что профессионально не популярно? Потому что то, что популярно, но более проще, это более все смогут спеть. Примитивнее, да? Да. Елена Анатольевна сказала, что вы чем взрослее становитесь, тем серьезнее у вас репертуар. На самом деле так? Да. А чего вам не хочется посмеяться, пошутить там каким-нибудь? Ну тут сложнее петь, и это интереснее намного. Обдумывать. Обдумывать. Более серьезные песни, и тексты тоже получаются. Более серьезные песни, и тексты тоже получаются. Кто хочет стать большой звездой, они сразу чувствуются, они начинают заниматься очень рано, и дома они все время поют. Родители говорят, мы приводим к вам сюда, чтобы они здесь пели, они еще и дома поют. Но там, да, такие напорные, вот такие пробивные детки, у них и результат, конечно же, будет. А вы не мечтали стать звездой? Нет, у меня не было такого. Я почему-то, наверное, может быть, старых устоев я мечтала учить. Я вообще заканчивала академическое направление все-таки, это основа дирижерская, хоровая, академическая. А здесь уже, наверное, своим опытом и с эстрадным направлением ближе так работаю. Академический, вот академ, фактически у меня такой, это Антон, академический направление. У него он сразу, с самого начала, когда пришел, и когда зазвучал тембр, я имею в виду, да, он показал, что... А у него уже устоевшийся тембр? Он ко мне пришел с ломкой, то есть вот фактически переломался, вот, и уже с таким, с мужским голосом, будем так говорить. Субтитры создавал DimaTorzok Вот одно из таких сложных произведений. Ну это вообще взрослый. Вот взрослый, я говорю. Это настолько глубоко, я говорю, это вот настолько такой вот... Это должен быть опыт какой-то, да? Опыт чувств, как минимум. Где это у тебя, расскажи мне. Это вот что такое, как он для себя это объясняет? Талант. Это талант? Это талант. Глубокий, большой талант. Три года у нас получается с ним. Три года всего, да? Да. И вот он пришел, да, он пришел, я думаю, ну, думаю, работать, да, тут с этим мальчиком все-таки нужно, нужно. Нужно, потому что интересный тембр, интересный подход. Вот, ну, не сначала, не сразу я поверила, что может быть такой результат, но когда я увидела, насколько он старается, и насколько именно его старания продуктивны, и как стал развиваться его голос, то тут уже для Антона фактически, и это его должна быть жизнь, жизнь и работа. То есть его это сцена, это его. Сцена, это его. Сцена, это его. Сцена, это его. жизни вот на данный момент момент мечта моей жизни это вот поступить в консерваторию вот прям хочется 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 после консерватории конечно же хочется стать вот каким-то точнее не стать вот поступить какой-то вот театр в театре быть не на последних ролях амбициозные такие мечты у тебя а что ты чувствуешь когда выходишь на сцену я что чувствую когда вот аплодисменты звучат вначале в конце конечно же это очень приятно и на первый сольный концерт был два года назад и я вот его вот плохо смыть напомню я помню что вышел на сцену и потом просто стою как вот что это делаю вообще и спел как-то и потом все вышел и потом какая-то вот непонятное такое чувствовать эйфории какая-то жутко разболелась голова помню тогда и все и вот лег спать просыпаюсь и просто на следующий день начал пересматривать все свои выступления а так во время во время выступления вот часто вот когда выходишь как-то головка голова вот в принципе ни о чем не думает то есть то что ты наработал то что вот ты чувствуешь то что у тебя сейчас есть в голове то есть это тот сразу ты воспроизводишь то есть на каких-то даже рефлексах получается с антоном виноградовым елена анатольевна занимается индивидуально дважды она показывала своего ученика на послушивании в петербургской консерватории тамошние светила заинтересовались ее надарованием пытаются определить его взрослые темпы дали репертуар на расширение диапазона руководитель любительского басового ансамбля готовит мальчика консерваторским вступительным испытанием ведь все равно подавляющее большинство этих детей они в музыку не пойдут но даже если один человек слушая произведение я вижу в глазах что он задумался это все равно уже большой шаг такой вот задумался и послушал по-настоящему не просто посидел там где звучит музыка а именно послушал глубоко послушала убери музыку из жизни она пустая вообще вернее жизнь на будет пустая музыка звучит и в природе то есть не обязательно из динамиков ну да 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 прислушаться ко всему да учить век живи век учись жизнь назучит как я обычно говорю даже вот разбираясь музыки откуда все это пришло из жизни да и начинаешь сопоставлять вот эту жизнь даже контрастность да контраст в жизни и в музыке тот же контраст развитие драматургии идет по контрасту так что а музыка в вашей жизни она какая а вы знаете один день она может звучать элегией магомаева да как в его исполнении другой день она может звучать ронда моцарта из его маленькой ночной серенады разная поэтому я не могу сказать определить какая у меня вот во мне музыка по-разному и 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